А вот если вы, кстати, устали наводить дома порядок, то следующая информация только для вас. Сегодня японку Мария Кондо знает во всем мире ее книга «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни», что очень главное, стала в короткие строки, ну, просто бестселлером и разошлась по всему миру. Да, эта книга, можно сказать, содержит два основных принципа. Это избавление от старых вещей и правильное хранение нужных. Но вот в чем же магия уборки, вот именно магия уборки, об этом нам расскажет мастер женских практик Полина Федотенкова. Доброе утро, Полин. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Полин, расскажите нам, в чем же все-таки магия уборки? Что такое вообще понятие магии уборки? Я с удовольствием поделюсь основным секретом, который Мария пытается донести и успешно это делает до домохозяек всего мира. И прежде всего мне бы хотелось разложить слово «домохозяйка» и сделать правильный акцент. То, как я это понимаю, это домохозяйка. Это не то, что женщина, когда она не работает. Мы можем и работать, и не работать, но мы всегда являемся хозяйками своего дома или не являемся ими. И как раз Мария Конда говорит о том, чтобы каждая женщина, все-таки она делает основной посыл для женщин, наполнила свой дом теми вещами, которые приносят ей радость. Это основной смысл ее магической уборки, что не должно быть в доме ни одной вещи, которая вызывает у вас раздражение, грусть, печаль, каких-то случайных вещей, которые не имеют функциональной нагрузки или они уже просто устарели морально. Парень, ну вот вы домохозяйки, я понимаю, что я здесь в меньшинстве, но уже есть такое понятие «домохозяин». Вот как домохозяйки ужиться с домохозяином, если это вещи разные, которые хочется хранить дома? Если тебе нужна велосипедная цепь и колесо от велосипеда, который лежит, либо лыжная палка, которая одна, но она нужна. Вот как правильно хранить вещи? Я вот к чему. Конечно, нужно, что касается лишних вещей, спрашивать разрешение. Должно быть у каждого личное пространство и у хозяина дома в том числе обязательно должен быть свой долг. Ну, нужно договариваться. Можно я выкину твое колесо? Тогда я выкину твое вот это, вот это и вот это. Твои две кибаны, которые твои отгибы. Хорошо. Да, то есть договорились, выкидывай. Отлично. Ну, а вот вообще, да, вот по поводу выкидывать, Марина, вот то, что сказала. Вот вообще стоит выкидывать именно вещи, прям выкидывать, избавляться от ненужных, либо устаревших вещей, либо их лучше унести в гараж, на балкон, просто, может быть, подарить людям, соседям и так далее. Вот как? Обязательно нужно устраивать такие периоды расхламления. Более того, сейчас идет очень хороший период, убывающая луна, и сейчас как раз самое время для женщин, кто нас сегодня смотрит, вот сегодня, завтра, послезавтра, до пятницы, сделать такое расхламление у себя дома. Берете большой мусорный мешок и все по дому собираете без труднодоступных мест, просто то, что вас уже раздражает. Ну, то, что режет глаз. Да, что режет глаз. Только, пожалуйста, за наш рабочий стол не подходите. Вот там все, что вот это кипа бумаг, она нужная. Она нужна. И это очень много даст вам энергии. Вы почувствуете, что вы вдруг как будто помолодели, посвежели, у вас появились силы, вы легче встаете по утрам, потому что это все нас нагружает дома, мы не отдыхаем дома. Ну, Полин, смотрите, это же каждый день, получается, нужно вот это вот все ходить, убирать. Нет, до пятницы. А, до пятницы? А, потом в выходные отдыхаешь. Полин, а вот то, что мы сегодня со Степаном говорили о том, что если убираться каждый день, да, то это отнимает из твоей жизни, можно сказать, вычеркивает год. 13 месяцев. Да, 13 месяцев, чуть больше года жизни. Вот сколько вообще нужно времени выделять уборке, чтобы много времени из своей жизни не вычеркивать? Есть определенные, конечно, системы уборки, Fly Lady тоже об этом говорит. Ну, например, о чем говорит Мариконда? О том, что нужно хотя бы раз, очень осознанно, разумно подойти к разбору вещей. И нужно выложить в доме все вещи из одного ряда, например, все книги. Нельзя убирать немножко книги сегодня или завтра. Вы выкладываете сразу все книги и начинаете разбор. Вы оставляете только те, которые действительно являются бриллиантами вашей коллекции, которые вам хочется перечитывать. А те, которые вы уже не хотите перечитывать, отдавайте их. Ну, а как же большая библиотека? Большая домашняя библиотека. Это большой пылесборник на самом деле. И это иллюзия, что мы будем к ним возвращаться, читать наши дети. Дети в школу пойдут. Да, да. Сейчас есть интернет, и очень много есть в интернете, и нет смысла этого. Полина, вот время заканчивается, все-таки я до конца хочу вам задать один вопрос по поводу того дарения вещей, которые у тебя в доме. Вот вообще, кто-то говорит, что нельзя дарить, что ты передаешь свою энергию, там, ба-ба-ба-ба-ба-ба. Вот что вы по этому поводу? Конечно, вещи несут наши энергетические вибрации, но с точки зрения вещей рекомендуется их постирать просто солью. Вы добавляете в порошок соли, и соль энергетически очищает, и эти вещи становятся чистыми. А если это приметы интерьера? То вы просто протираете водичку солью и отдаете. То есть вы, главное, мысленно обрежьте вот эту ниточку между собой, да, и все, и с добрым сердцем отдайте эту вещь другим людям, пусть она послужит. Что ж, Полин, большое спасибо. Милые, любимые, уважаемые домохозяйки, до пятницы у вас есть время. Приберитесь, разложите все у себя по квартире, избавьтесь от ненужного. Но вообще, главное, всегда улыбайтесь. Нам, домохозяинам, от этого всегда приятно. Если твоя домохозяйка тебе улыбается. Ты не моя домохозяйка. Ты на свою потом дома осмотри домохозяйку. Он уже раз в неделю просыпается с утра, а домохозяйки нету. Понимаешь? Дим, привет, если ты насмотришь. Ну а я напомню, что в гостях у нас была мастер женских практик Полина Федотенкова. Спасибо, Полин.